Еще недавно самый большой парк в Сибири выглядел так. Сегодня у юбилейного начинается новая история. Почти 60 гектаров. Возродить все это после 30-летнего забвения – задача непростая. В перспективе в парке появятся зоны для прогулок, спорта, массовых мероприятий. Вся работа разбита на 4 этапа. Закончить мы первый этап должны в ноябре месяце. Он в себя включает почти 2,5 километра аллей, которые рассекают парк на две составляющие. Если простым языком, то делается крест, по которому можно будет двигаться. Вы видите, насколько они широкие, до 10 метров. У них предполагается зона прогулочная, можно будет кататься на велосипедах. Ну, я думаю, здесь и кто-то будет кататься, может быть, и на лыжах потом зимой. Финансирование всех работ в парке на этот год – 86 миллионов рублей. Из того, что уже сделано, арка на входе в парк, продолжается снос аварийных деревьев, демонтаж асфальтового покрытия и укладка основания под бордюры и аллеи. В будущем на территории появятся освещение, скамейки, урны и видеокамеры. Все эти работы стали отражением мнения барнаульцев. В прошлом году почти 12 тысяч человек вывели парк в лидеры интернет-голосования за благоустройство. Вообще такая мечта, чтобы это был парк-открытка. То есть он должен быть красивым во все времена года. Это должна быть многоярусная растительность, красиво цветущие кустарники на протяжении всего года. Еще буквально полтора года назад мы не могли об этом даже мечтать. Важно сделать не только парк-открытку, но и контролировать ход работ, а в перспективе поддерживать зону. Помимо того, что мы будем контролировать выполнение этих работ, предполагается очень тесное взаимодействие с жителями, чтобы понимать, а как оценивают нашу работу жители, что нравится, что бы хотелось изменить, что-то подкорректировать. Я думаю, и последующие созывы Барнаульской городской думы, депутаты, которые будут избраны, они также продолжат эту работу. Добавим, что параллельно по программе формирования современной городской среды города в Барнауле благоустраивает набережная Абии. Также продолжаются работы в парке «Изумрудный». А на то, чтобы парк юбилейный вернул себе былую славу и современный облик, понадобится около пяти лет кропотливой работы. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.